На пресс-конференции, которая состоялась в Главном управлении МЧС России Паризанской области, Александр Савуков ответил на вопросы журналистов о предстоящем половодье. Вне зависимости от его масштаба в регионе будет проведен ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения, предотвращение и ликвидации вредных последствий от разлива рек. Кроме плановых облетов территории, на ближайшее время запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы привлечем всех руководителей ГТСов, которые граничатся с нашими субъектами. Это Республика Мордовия, это Тулу, Нижегородская область, от которых мы зависим. Сбрасывают воду с ГТСов и, конечно, наши низководные моста, они потапливаются. И поэтому мы уровень готовности ГТСов к прибавлению воды оценим на видеоконференции, подключим руководителей муниципалитетов, соседних субъектов и руководителей гидротехнических сооружений. По данным Рязанского гидромедцентра, сейчас уровни воды в реках в целом соответствуют норме для данного времени года. Для оценки будущего половодия более показательно не толщина снежного покрова, а величина запаса воды в снеге. В конце февраля по Рязанской области влагозапас составлял в среднем 165% от нормы, а в окрестностях Рязани даже 270% от нормы. В соседних областях влагозапас еще больше на 10-25%. Тем не менее, характер предстоящего половодия будет определяться основным фактором – погодными условиями марта. Сухая и слабо промерзшая почва может впитать значительное количество влаги и не допустить ее быстрое и мощное скатывание в русловую сеть. Поэтому, несмотря на перебор влагозапаса, возможно, что максимальные уровни предстоящего половодия на реках области будут около среднемноголетних значений. Что касается возгораний, которые начинают происходить с потеплением, зачастую они зависят от человеческого фактора. В первую очередь сотрудники МЧС намерены пообщаться с младшим населением Рязанской области. С середины марта в течение месяца во всех школах региона будут проведены беседы на этот счет. Пожароопасный сезон начинается с палов сухой травы. Мы это все знаем, но определенную лепту палов травы вносят дети. Детская шалость, элементальная детская шалость. И в этом направлении мы через школы организуем нашу работу. Но это одна сторона. Второе направление – это палов травы, это сжигание мусора на своей территории, при свадебном участке. Когда весной начинаем наводить порядок, наводим кучи мусора, сухую траву, поджигаем, а потом устаем же, идем пить чай. И этот костер остается и дальше уходит. Вот и весь пожар. Беседы в школах дают свой эффект. Спасатели отмечают, что дети хорошо усваивают информацию и передают ее взрослым. Представители молодого поколения часто бывают более ответственными. Это можно заметить, когда родители пытаются перевезти детей не по пешеходному переходу или забывают убрать мусор в лесу. В таких случаях дети часто стараются призвать взрослых к правильному поведению. В том числе они настаивают на тушении костра, разведенного на природе. Беседы в районах области со школьниками состоятся совместно с Уполномоченным по правам детей и представителем Совета отцов. В каждом районе у них есть свои Уполномоченные лица. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Корректор А.Кулакова Продолжение следует...